Так, дорогие, еще раз момент такой. Как мы говорим о том, что здесь читали в 13 главу, что я пытаюсь сделать, я пытаюсь сделать то, что, как я понимаю, что 13 глава Неемии является своеобразным кульминацией или выводом всех тех преображений, которые мы читаем в Эзре и Неемии. Если так суммировать все эти реформы, помните, о которой говорилось 8 глава, 9-я, 10 глава, они читали Тору, они крылись, они обещания делали в субботу и так далее. Мы можем увидеть несколько таких вещей, потому что я иногда так учу с такими отрывками. Если будем читать 13 главу, там есть какие-то постепенные шаги, а у меня наоборот пошло от обратного. Смотрите, там очень интересный момент такой есть, что мы говорили в прошлый раз о моменте ассимиляции. Мы говорили о значении слова «общество Божие не может войти в общество Божие». Помните, мы говорили о том, что только ли амманитяне или моавитяне не могли войти в общество Господне. Помните, мы говорили также в местописании, что сын блудницы не может войти, помните, да, до 10-го. И те, кто это самое, там имеют детородочный инструмент, не срабатывает, что-то еще типа этого. И фактически мы говорим, что вот эти люди не могут войти. Но если ты еврей, смотрите, если ты еврей, родился с такими побочными эффектами, почему ты, будучи евреем, рожденный в таком состоянии, не можешь стать обществом Божиим. То есть суть, понимаете, помните, как мы говорили, но если ты уже еврей, то автоматически, значит, ты из народа Божьего, ты можешь быть частью народа. Но вот здесь, в данный момент, вот, говорится о том, что он не может войти в общество Божие. Поэтому, когда мы говорили о моавитянах и амманитянах, понятно, что из-за того, что они не встретили своих братьев и сестер, родственников хлебом и солью, и не пропустили через свою землю, да, Бог говорит, что не будет так. Не войдет в общество Божие, имеется в виду, не может еврейка выйти замуж за таких людей. Или же еврейка, которая с такой бедой, что не может иметь детей, не может жениться на дочери Израиля. Вот это слово «общество Божие» именно означает супружеские отношения. Более того, более всего такие вот. Знаете, чем отличаются дети вне брака или от блудницы? Вот смотрите, какая разница, если пришли враги, фактически там насиловали женщины, от них рождались уже дети, которые вне брака, да, что с ними делать? Ну, конечно, хорошо наши мудрые евреи посчитали, что таким образом наше общество будет истреблено, и сказали, знаете, что мы сделали решение? Теперь с этого момента еврейство будет считаться по маминой линии. Ну, да, правильно, потому что написано, что Адам родил, да, а потом Давид родил, там Авраам родил, тот, мужчины рожали. Но после какого-то момента сказали, подождите, что-то мы не так рожаем. Значит, вся галаха пойдет, чисто признание еврейского народа будет с точки зрения материнства. Хотя это как бы выход из того положения, через которое прошел еврейский народ, через те трудности, переживания, через ту боль, которую они прошли, через насилие, уничтожение, убийство и так далее, и так далее. Я думаю, что это мудрое решение было принять это как за основу. Но я также думаю, что это не должно быть фактом единственным через эти гены, только женские должны проходить это, ну, как сказать, признание еврейством. И все же, Тора запрещала, даже мы говорили, приветствоваться с амавитянами и мавитянами. Мы это понимаем. И в чем ситуация, чаще всего мы говорим, вот ассимиляция. Ассимиляция до сегодняшнего дня, до сегодняшнего дня, она на самом деле становится угрозой для еврейского или иудейской веры. Ассимиляция. Мы как бы уже затронули вопрос, кто считается евреем по маме. А если не по маме, то уже третье-четвертое поколение по папе уже не считается евреем. Не считается. Фактически четвертое поколение, четвертое поколение, если по дедушке считать, уже не может делать иммиграцию, не может выехать в Израиль. Максимум третье может войти, и четвертое поколение может войти только до 18 лет. Если, конечно, это по бабушке можно там еще прокатить, по дедушке там особенно. И вот угроза ассимиляции фактически была очень большая. И мы видим это начало такой ассимиляции в книгах Эзры и Немии, что возвращенный из плена или же рассеяния народ, который был в Ассирии, обратно там это Вавилония, это Сузы, обратно в Эрец Израиль, не имея храма, народ просто жил собственными чувствованиями. Женились, выходили замуж, имели детей. И здесь поднимался вопрос конкретно о именно религиозном понимании, чтобы привязать опять к идентичности, к еврейству, к народу, к выживанию, будем говорить так. И мы говорим о том, что первые книги, вот Писание, это пять книг мы имеем, пятикнижья Моисея, не подчеркивают проблемы смешанных браков, как катастрофический грех. Если вы посмотрите через всю пятикнижья, фактически мы не заметим, что смешанные браки являются катастрофическим таким грехом. Да, упрекали Моше за то, что у него жена кто? Ефельплянка. Да, вот такое. Еще там были смешанные браки. Мы видим Самсона, такие вещи происходящие с ним. Мы видим того же Соломона, мы видим, это уже пост пятикнижья. Но первые пять книг Моисея, они не смотрели на эти проблемы чересчур так сильно, что это будет грехом. Хотя говорили об этом. Я, может, еще как бы так скажу более. Только во времена Неемии и Эзры и Малахии, вот этой проблеме очень сильно занялись эту проблему. Наверное, дошло до края какого-то такого, ну вот, как сказать даже, положения, где видно, это угрожало всей нации. Более того. И по этой причине они как бы начали такую суровую реформу, начиная вот с чтения Торы. Когда они прочитали Тору, который является Словом Божиим, каноном для жизни еврейского народа, вообще, не только на месте, где они живут, но и в общем гелуте, то сегодня вопрос также должен решаться, ну, могу и так напрямую. Вот и, например, даже, будем говорить так, далеко не уходя, вот почему так этот вопрос не был таким острым. Если бы, например, не Есфирь и ее замужество с Атартсерксом, да, то не было бы спасения еврейскому народу. Понимаете, да? То есть, какой-то, с одной стороны, где-то оно и способствовало спасению, но в данный момент мы видим, что это становится критической точкой для неемии и сохранения всего еврейского народа, который возвращается из гелута, то есть, возвращается из рассеяния. Несмотря на все это, мы видим много ссылок на смешанные браки, которые мы видим в пяти книжах. Это Иосиф, Моисей, Давид, Соломон, Руфи и так далее, которые, наверное, с одной стороны, картина спасения, да, вот такого выживания, а с другой стороны, я думаю, что-то еще Бог показывал отображение на Новый Завет, на Брихаташа, где евреи и неевреи являются одной составной частью в теле Мессии, что спасение придет и к неевреям, что да, действительно, заветы и обещания Бог дал еврейскому народу на Синае, и они несли это обещание быть светом и священниками царя Господа нашего. Но также в Новом Завете эта форма приобрела другой совсем смысл, где Бог говорит о спасении всего мира. И это спасение на самом деле подается через Брихаташа, через Новый Завет. Что еще можно сказать? Влияла ли ассимиляция на угрозы религии? Ну да, потому что они говорят, вы что не помните, как Соломон и его жены увели Израиль, то есть фактически позволили блудить относительно других идолов. А с другой стороны, на самом деле это проблема, по-настоящему проблема. Если мужчина и женщина, не имея основания религиозного отношения, то их нерелигиозная позиция, она как бы одинаковая. Но если кто-то из них одной религии, другой другой религии, то что может произойти? Кто сильнее, кто кого перетянет? Если брать это в системе ислама, то идет обязаловка, то есть ты не можешь в другого положения. Если да, то ты уже все, ты как бы это не можешь по-другому пойти. Если ты бунтуешь против этого, то доходит до смертной казни. То есть вопросов других нет. В иудаизме до недавнего прошлого другая была ситуация. Если еврей женился на нееврейке или наоборот, то чаще всего, если это религиозная община, делали либо изгнание, либо такое, что он умер, что человек уже умер для Бога или для религии. Понятно, что все-таки религиозные позиции, они важны. И Новый Завет Брихотажа тоже отвечает на эти вопросы. И что лучше замуж выходить или жениться не только по любви, но и по вере. Со своими по вере, чтобы можно было вместе нести ношу житейских проблем. Потому что если у нас разные взгляды на одни и те же проблемы, религиозные, то у нас и будет очень много составляющих проблем в самой семье. Это я так понимаю. И эта проблема всегда будет проясняться. Я сделал одну заметку. Здесь профессор религиоведения Ельского университета Кристина Эйс говорила, она утверждала, что смешанные браки запрещены из-за страха осквернения потомками Израиля. Она как бы утверждает, что смешанные браки, они из-за страха, что ты будешь нечист, они как бы имели свою твердую позицию. Понятно, нет? Как показать это на сегодняшнее время? Буквально до недавнего времени. Если у нас, больше в Советском Союзе, помните, в университетах учились иностранцы, африканцы, китайцы, индусы и так далее. Если, ну так, прямо говорить, если девушка влюблялась в какого-то иностранца, другого цвета кожи, к ней относились как, ты научился-то украинскому языку очень хорошо, я понимаю. Вот как человека, который оскверненный. То есть общение было очень сложное, было отрицалово такое, отрицание, изгнание, родителям было стыдно, что дочка вышла замуж за такого или такого. Это было. Я не знаю, молодежь сегодня не знает об этом, но если спросить более старшее поколение, то это было ужасным. И это было по всему миру. Конечно же, будем говорить так прямо, я скажу, это сексуальная революция, которая произошла в Америке, потом она перекинулась на Европу и так далее. То есть смешанные браки на сегодняшний день не являются позорным состоянием и не является таким унижением. Это как бы даже больше смотрится на то, что дети их будут более сильные против болезней, они более красивые, гены смешиваются и так далее. мулаты, еще какие-то такие, их как бы так больше используют для всяких реклам, то есть есть такие моменты. А если взять даже такой момент для Одессы, Одесской области, вы понимаете, что у нас тоже народности смешанные? У нас, да, где-то около 136 народностей проживало в Одесской области, да. И вот представьте себе, что вот эти народы между собой до недавнего времени они не смешивались. Болгары же неились на болгарах, украинцы, но украинцы, русские, ну или там русские со всеми, а кого брать? Да, вот вы меня простите так. Но и, ну, греки с гречанками, поляки пытались взять польские, немцы от безысходности, потому что многих выслали в разные места, чтобы скрыться немножко, тоже брали, как бы так, кого можно, кого бы полюбил. А французов почти никого не осталось, там так далее, если посчитать это все, да. Но этнически, этнически, Одессы в Одесской области очень много красивых девушек, парней, то есть из всей Украины. Потому что такой вот микс смешанных этнос, да, мы не наблюдаем на Украине больше, чем вот эта Херсонская область примерно и Одесская область. Вот так, и есть такое понимание, что в Одессе очень красивые девушки, куда если надо выбрать себе невесту, нужно ехать в Одессу. Но у нас есть присказка. Кто помнит? Вот, 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 началось, началось. Если киевлянин не мужчина, то у нас еще есть Донбасс. Это уже зона АТО на сегодняшний день, да. Но вот момент здесь, я говорю об этносе, что этот профессор говорит, что для евреев, которые, ну, как бы, смешивались с другими народностями, они чувствовали себя, что они оскверненные, они нечистые. Вот это вот слияние генов и так далее, оно как бы вот подсознательно, на религиозной основе, они были прописаны как нечистое, нечистое, не нужно, нельзя, не прикасайся, не делай того всего. И если сегодня, например, вы как девушка, например, да, вот, вы увидите какого-нибудь, может быть, красивого хасида, который там, религиозного еврея, да, то для него вы являетесь нечистым, нечистым человеком. Он с тобой не будет говорить, он тебе не будет прикасаться, тогда чуть-чуть подальше, чтобы только ничего, да, чуть-чуть-чур. Но у некоторых срывает башню, поэтому, как бы, для них секс не с еврейкой, как бы, это уже норма жизни, то есть, непозволительно, хотя я считаю тоже это неправильно, это не по Писанию, это все равно считается грехом, и за один грех, помните, как это стало, то есть, одного еврея пригвозили вместе с нееврейкой прямо к полу, во время полового акта. Поэтому я считаю, что это вообще ситуация очень такая, и звон выходящий. Давайте вот еще Малахия пишет такие слова, 2 глава, 11 стих, «Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую он любил, и женился на дочери чужого Бога». Почитайте Малахия, 2 глава, 11 стих. «Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую он полюбил, то есть Бог полюбил, и женился на дочери чужого Бога». Вот, как бы, на чем основывалось, как бы, вот, это нечестие, нечестие, то есть, выдавать замуж и женить на других племенах считалось такое предательство, нечестие. Помните, во время моего послания на шаббат я говорил о позиции Якова и Исава? Если Яков, будучи около 76 лет, мальчик, который слушался маму, да, я знаю, что у некоторых уже мозги кипят, как это может быть, что он, будучи мальчиком, в 76 лет еще слушался маму, потом только женился. На самом деле, если посчитать, так оно и есть, но и он был послушан родителям. И Исак, он заповедует идти и не брать из племен, которые живут вокруг, да, а поехать или пойти, фактически, обратно к Лавану, из того племени брать, то есть, как бы, наказ чистоты. А Исав знал, что папе не нравится, пошел и еще раз женился, помимо тех дочерей, которые, или тех жен, которые у него уже были, на зло. То есть, мы видим, что религиозная часть ассимиляции и религия очень много влияла на эти вещи. Поэтому восстановление религиозной идентичности для Израиля включало себя и позицию ассимиляции. Что с этой ассимиляцией делать? Если брать по-серьезному, то нужно было всех выгнать, да, вот, но учитывая тот факт, что Моше имел себе жену нееврейку, и учитывая тот факт, что Иосиф тоже имел жену нееврейку, и оттуда вышли еще два колена Израиля, надо подумать, как же сделать так, чтобы всем было хорошо. Как мы уже говорили в первых, ну, в первых наших уроках, что можно заметить, что многие жены и дети тех евреев, да, они взяли на себя некую клятву перед Господом, служить ему и так далее, взяли клятву. И мое личное понимание, что они сделали этот шаг вперед, то, что сделала Руфь, и сказала, все, все, что я могу сделать, мне некуда идти, я не хочу никуда идти. Твой народ будет моим народом, твой Бог будет моим Богом. Мы заметим потом, что один сын священника был изгнан, фактически всем семейством. Изгнание в то время, оно не просто было изгнание, это было унижение, это было изгнанием очень серьезным, но они должны были вернуться в землю отцов, если там жены были из других мест, и обратно к своим корням. Так должно было происходить. Помните, как для Руфьем Неймин говорит, вернись, возвратись в дом отца твоего. Другими словами, когда разрываются семейные отношения, женщина должна была возвратиться в дом отца своего. Это был такой негласный, или же гласный, даже больше, закон Востока. Может быть, даже до сегодняшнего дня. Но в любом случае, мы видим, что здесь ассимиляцию с другими народами больше подчеркивают как некую нечистоплотность, нарушение Божьих заповедей нечистотой. А я еще одну такую запись сделал себе. Генри Кноперс, профессор классики в университете штата Пенсильвании, утверждает, что новые политические, религиозные, социальные факторы побудили Неймию расширить список запрещенных стран от семени ханаанских народов до всех неевреев. Там более было сказано, какие, там, кажется, семь народов, с которыми не смешиваются. В основном два таких особенных, особенных таких. Но расширения были распространены на все, абсолютно все народы тогда, смешивания. Вот этот, наверное, шаг Неймии был более серьезный, чем у Маше. Да, вот так вот. Как бы, если есть иностранец посреди тебя, ты хотел взять, то взял ее. А особенно есть в законе, что если ты пошел войною, да, и понравилась тебе женщина с того, как бы, кого ты там захватил, ты можешь ее взять себе, вот, и жениться на ней. То есть там было послание, что ты мог это сделать. И если ты ее разлюбил, то не имеешь права ее продать. Ты должен ее отпустить домой. Понятно, да? То есть в законе Моисея это допустимо. Здесь же Неймия делает шаг, который на самом деле утверждает начало такой галахи или же правил относительно ассимиляции со всеми народами. Со всеми народами. Если там до Неймии какие-то были некоторые народы, то в данный момент уже распространяются на все. Во время написания Мишны и Талмуда, который Талмуд написался 300 лет, и в это время Мишна, это правило, или же Талмудический Талмуд, это слово Талмеди, ученичество, ученик, и говорится, как бы, книжки обучающие, толкование, они расширяют первоначальные запреты, которые были найдены в пяти книжах, расширяют. И отношения к детям в смешанных браках или же ассимилированных браках всегда делали их, этих детей, вводили их положение в обществе еврейском в ноль. То есть они ни на что не имели права. То есть наследие. В случае с Неемией, вот в этих реформах, которые он делал, он положил какие-то, знаете, ограничения вот с смешанным браком или же, можно сказать, ассимиляция, тем, что нужно было изгнать, и все. А в Мишне и в Талмуде они расширены, то есть они унижают все наследие до колены. Вот знаете, вот такое есть выражение, «Ой, воин, рэбэ наш гой». Типа, если там какая-то смесь есть у него, нечистый, относились к нему с пренебрежением. Очень важная была твоя родословная. Родословная. Поэтому, если вы будете читать Новый Завет Бехаташа, там специально написано, специально написано родословие Ишуа, Мессии, для того, чтобы не было претензий к тому, кто он такой. Чуть-чуть попозже, многие раввины и многие еврейские философы делали книги, которые более порочили Ишуа на основании того, что кто-то там что-то знал, что-то видел. Поэтому такой трактат, как «Талдат Ишуа, проклятый», он был очень популярным фактически в течение полторы тысячи лет. И где отношение к Ишуа как к Мессии было очень занижено на одной основе, что он не был евреем, что его мама еврейка имела какие-то другие отношения с каким-то римлянным. Поэтому о чем мы можем говорить, если у нас нечистый, и он имеет, как он может быть, Мессией. Понятно, да? То есть я вам кратко говорю о том, что говорит этот трактат. Он был написан в ответ на христианские такие небылицы. Например, на одну из популярных в то время христиан было Евангелие детства. Никто не читал его, нет? Евангелие детства. Вот на него это была реакция евреев относительно всемогущества и того, что делал Ишуа вообще. Понятно, что это были такие борения. Но все же Неемия делает как бы такой вот шаг, то, что не делал Моисей. Моисей не давал возможности избавиться от таких жен. Он говорит, что они должны быть частью народа. Они должны быть частью народа. И они должны быть послушны. Мы видим, если иностранец там есть, помните, у вас будет пришелец, да? Он пускай празднует с вами эти праздники. И его желание обратиться могло быть да или нет. То среди реформ Неемии мы видим, что у него конкретно было, если нет обращения, если нет решения следовать за Богом, принимать еврейский образ жизни, принимать закон Божий, исследовать его, если нет такого понимания отречь от всех своих богов и начать свой путь только с Богом Яхвы, то ты должен изгнать всех своих детей, своих жен, несмотря на то, что ты так сильно их любишь. Если они не решаются с тобой идти, не стоит дальше двигаться. Что можно еще сказать? можно ли было только отделаться порицанием, как у нас часто бывает? Человек согрешил, пожурили его немножко и отпустили. Можно ли было как-то так вот взять и просто не делать и так больше? Или же эти реформы заставляли сделать радикальное такой скачок вперед, в будущее, чтобы сохранить свой народ, нужно было что-то более строго сделать. конечно же должно было быть строго, потому что чаще всего народ, уже вкусивший свободу какую-то и беспечность, безнаказанность, способен идти намного дальше в своих грехах. Если мы говорим о таком положении, как Израиль, который вошел в обетованную землю и что-то он не сделал, он не изгнал тех народов, которые были вокруг, он от этих народов и научился всем тем грехам, которые были запретны. Понимаете, да? Вот эти моменты, зная историю и переживши ее, не имея, не отделываются просто порицанием. Сказали, ой, нехорошо вам, лишу вас всех званий и так далее. Но он фактически, он делает физическое такое наказание. Он начинает проклинать этих людей. Проклятие означало призвать Божье наказание. Вот чаще всего люди боятся проклятия, чем благословение. Если так вот брать по сути. Да, вот так вот. Когда там кто-то неправильно посмотрел, не смотрит, не сглазь. Или там что-то с коромыслом, особенно в западное украинское, переходит там с ведрами пустыми или наполненными дорогой, начинает кричать типа стоять, не двигаться, дай мне пройти. Кошки там всякие все. То есть всякая бесовщина такая, суеверие. Вот люди почему-то вот проклятие, они воспринимают настолько серьезно. и вот здесь Неемия использует этот рычаг того, что Бог не будет на твоей стороне, если ты этого не сделаешь. То есть высвобождается проклятие в жизни людей. И Неемия не останавливается только на проклятиях, он начинает физически на них влиять. Тех, кто не слушался, то, что не решался на эти действия, на эти перемены. Это было весьма серьезное влияние. Вы меня простите так. Вот представьте себе в синагоге. Кто-то что-то неправильно сделал. Ревер пришел и там с правой, тот не получился, с левой. Понял. Когда я учился в библейке или в университете у нас был один из прекрасных человек, который учился, он был из Багладеша, христианин. А в свою бытность в юности он был чемпионом по единоборству, тому веровал и так далее. Через много лет мы встречаемся и я спрашиваю, как? Как дела? Он говорит, так, хорошо, но так тяжело людей воспитывать и все остальное. Чего? Ты не понимаешь, пока не отошлешь в реанимацию, люди не понимают. Я говорю, что ты имеешь в виду? Он говорит, у меня был случай, на меня наш член общины просто некрасиво говорил неправду, разносил всякую ересь, всякую неправду и клевету. Я его вызвал, предупредил, он не понимал. Я сделал пару приемов и отослал его в реанимацию. Он выжил, но потом пришел и перед всей общиной покаялся и теперь нормально тебе служат. То есть я понимаю, это пять полных служений, как бы так. У нас, конечно, это не проходит. У нас уже бы сказали пастырь дрочун и все остальное и уже отослали бы меня в ад предварительного заключения. Поэтому писают, некоторых страхом спасать. Слово некоторым страхом спасать, наверное, вот этот оборот страха, проклятия которого освобождения, они были у Неемии. Здесь он физически рвал волосы. Он их бил, рвал у них волосы. Вероятно, это на бороде рвал. Ну, как бы более так по-еврейски это можно было брать за бороды, как Петр Первый брал бояр за бороды, потом отрезал. Помните, реформация называлась, европейская реформация Петра Первого. Но здесь что-то типа подобное было. Рвал волосы. 50 глава Исаии, 6 стих. Если кто-то у вас, есть у вас Библия? 50 глава Исаии, 6 стих. Есть? Кто-то читайте, пожалуйста, Исаия, 50 глава, 6 стих. Кто-то у кого? Давай, вот, 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 впереди. Включено. Я предал хребет мой бьющим и лониты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплеваний. То есть есть там по лонитам били, это по щекам, и там в другом месте рывали волосы с бороды. В другом переводе, да? Да, в другом переводе лучше, красивее. Красивее. Давайте почитать. Дайте ему красивее почитать. Дайте ему красивый микрофон. Сыну спину свою отдал я побивающим и щеки свои вырывающим волосы. Лица своего не закрывал от поруганий и плевания. плевание. Плевание, да. Плевание? Плевание. 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 Плеваться. На меня как раз видео смотрит. Плеваться. То есть здесь понятно, что говорится о пророческие слова о Мессии, о наказании Мессии, но все-таки данное жестокое новшество побивания оно присутствовало в народе. Это было может быть не нормой, но фактически оно зарегистрировано. Но когда я исследовал вот это место, я также пошел есть у меня специальные даже слова или же больше как энциклопедия древнего мира и посмотрел на традиции и какие-то ситуации в древнем мире и посмотрел там этот отрывок вырывания волос. В Греции, вот в греческой культуре, которая присутствовала тогда, волосы вырывали блудницам как наказание. Я не знаю все, но я если бы я видел хотя бы хотя бы как чебурашку какого-то такое с кусками волос, я бы уже перепугался никогда бы не женился бы на ней, точно бы. Но я специально смотрел в записях в записях древних афинских записях наказанием за прелюбодеянием путем вырывания волос с головы и потом поливания горячей золой, засыпания горячей золой было вот таким наказанием для блудницы. Вы должны понять разницу между проституткой и блудницей. Знаете, нет? Нет? Да, живет тот бизнес, это бизнес это то, что было при храмовых жрицах, это норма ихнего богопоклонения и так далее. Женщина, будучи замужем, она должна была быть только с мужем, поэтому измена мужу другим человеком называлась блудницей. Вот момент такой. Кто у нас из наших патриархов залетел? Помните, да? Нет, Давид не залетал, совсем плохо ему было. Иуда, правильно. Какой закон? Какой Фомар? Он даже не думал, что Фомар. Если бы он был Фомар, понимал, делал. А так сильно мужику было душе, душе, деду было душе плохо. И шел печальный. Видел блудницу. Блудницу, в одежде блудница. Она сидела в одежде блудницы. То есть норма для того общества. Плохо, чтобы в голову ничего не било. Так нужно было расслабиться. расслабился, потом увидел, что что-то живет в животе его невестки. И он уже все, решил ее побить камнями, потому что она же была замужем, а теперь что-то такое, значит, она изменила даже, дети, вернее, все мужья умерли, никого не осталось. Все, это было преступление, потому что она уже была замужем, но она молодец, знала закон, закон был четко на ее стороне. В любом случае, мы сейчас возьмем небольшой перерыв и вернемся дальше к таким вопросам, но все равно в греческой культуре в те времена рвали волосы у женщин на голове и засыпали горячей золой, как акт вот этот наказание блудниц. Ну, неприятная штука, представляете себе? Нет, вот, а по чуть-чуть и долго, по чуть-чуть и долго. Не, не, вы должны, рвется очень быстро и очень тяжело, очень больно, целыми кусками вырывается с головы и да, это тяжело. Возможно, все возможно. Знаете, как бы я упала самосвала, тормозила головой, да, вот тоже самоощущение, ты упала, случайно, резко так раз и кусок головы нету и осталось в руках. Все, давайте делаем следующее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok